Сочинские дельфины снова смогут тренироваться в центре города. Детский хоккейный клуб, созданный пять лет назад, на этот раз выйдет на особенный лед, привезенный из-за океана. Новый каток заливают в лунопарке. Ирина Романькова наблюдала за процессом. Раз, два, три, собрано. С молотка уходит еще одна деталь, вливаясь в общее поле. Покрытие синтетическое, так что этот лед никогда не растает. Весь каток состоит из нескольких десятков таких вот пазлов. Толщина у них небольшая, всего около сантиметра. Зато срок годности полвека, 25 лет катаются на одной стороне, затем переворачивают и еще четверть века на другой. В спортивную коробку площади почти в полтысячи квадратных метров закатают эти пазлы. Каток этот после монтажа, как говорят здесь, прольют, то есть покроют особой жидкостью для безупречного скольжения. У нас новая технология, суперглейдовская, она разрабатывается в Америке. Профессиональные хоккеисты, они катаются, тренируются именно на нашем покрытии. Выйдут на него и сочинские хоккеисты. Георгий, нападающий командой «Сочинские дельфины» с тренером Андреем Сергеевичем, решили, что называется, примериться к новому покрытию. Когда еще не было пластикового льда, ездил в Москву, тренировался времени, к сожалению, мало было туда ездить. Сочинские дельфины, созданные пять лет назад, успели завоевать 11 кубков. Но после демонтажа катка в центре Сочи в хоккейном клубе остались единицы. Теперь ситуация может измениться. На сегодняшний день уже изъявило желание порядка 15 человек моих старших вернуться. Но старшие – это относительно старшие, это 2001 год тоже малыши. Я думаю, они вернутся, будем потихоньку возрождать, тренироваться здесь. Наверное, все-таки раз в неделю будем ездить на натуральный лед в Адлер. Попробуем возродить эту команду. Первая тренировка пройдет в конце недели. Ждут на катке также и фигуристов, профессионалов и любителей покататься на коньках.